Уильям Тэн Ирвинга Боммера любят все Ирвинг Боммер задумчиво печально шёл за девушкой в зелёном платье и услышал нечто совершенно фантастическое. Комплимент. Толстая цыганка, растёкшаяся всем телом по каменной ступеньке перед входом в свою замызганную лавочку, подалась вперёд и крикнула «Эй, мистер!» Затем, когда Ирвинг замедлил шаги и взглянул на неё и на витрину, забитую сонниками и книгами по нумерологии, цыганка прочистила горло, издав звук, который можно услышать, перемешивая комковатую овсянку. «Эй, мистер! Да ты красавчик!» Ирвинг чуть не споткнулся, резко остановился и посмотрел вслед девушки, исчезающей вместе с зелёным платьем за углом из его жизни. На мгновение его словно парализовало. Он не смог бы покинуть место, где услышал столь восхитительный комплимент, даже если бы сам Хамфри, заведующий отделом хостоваров в универмаге Грегворта, сейчас материализовался перед ним за невидимым прилавком и повелительно щёлкнул пальцами. «Ну, конечно же, некоторые находят такие шутки забавными, некоторые, особенно женщины». Бледные щёки Ирвинга стала медленно заливать краска, и он, обычно медленно соображающий, стал напряжённо подыскивать ответ. Умный и сокрушительный одновременно. «Ах!» – начал он, понадеявшись на импровизацию. «Пойди сюда, красивый мистер!» – велела цыганка без тени иронии. «Заходи, и получишь то, чего так сильно хочешь. У меня это есть!» А чего он хочет сильнее всего? Откуда она может знать? Даже он, Ирвинг Боммер, представлял себе это весьма смутно. Но всё же он двинулся следом за толстой, покачивающейся при ходьбе цыганкой, и вошёл в лавку, скупо обставленную тремя складными стульями и столиком для бриджа, на котором расположился покрытый мелкими трещинками хрустальный шар. Перед драной простынёй, завешивающей вход в заднюю комнату, играли пять детей, на удивление близкого возраста. Когда цыганка повелительно цыкнула, они проворно высыпали на улицу. Усевшись на складной стул, который немедленно накренился под углом 45 градусов, Ирвинг задумался над тем, что он здесь делает. Ему вспомнилось, что сказала миссис Негенбек, когда он снял у неё комнату. «Опоздавшим жильцам никаких ужинов! Никогда!» А поскольку сегодня в отделе хостоваров проводилась ежемесячная инвентаризация, он уже был и опоздавшим, и голодным. И всё же... Никогда нельзя знать заранее, чем может обернуться общение с цыганами. В проницательности им не откажешь. Их стандарты красоты отлиты не по голливудским формам. Они потомки расы, бывшие космополитами ещё во времена Пилата. Они могут распознать такие вещи, как благородство души и... Возможно, даже привлекательность. Житейскую, зрелую привлекательность, если её так можно назвать. Итак... Он еле заметно усмехнулся. «Что же у вас есть такого, чего я... Чего я... Столь отчаянно желаю? Сонник, чтобы выигрывать на бегах? Я не играю на бегах. И судьбу мне тоже никогда не предсказывали». Цыганка стояла перед ним многоскладчатой горой плоти, облачённой в столь же многоскладчатое разноцветное платье, и хмуро разглядывала его своими небольшими и усталыми чёрными глазами. «Нет», — сказала она наконец, — «тебе я не буду предсказывать судьбу. Я дам это». В её протянутой руке он видел бутылочку из-под лекарства, наполненную пурпурной жидкостью, которая в тусклом сумеречном свете, пробивающемся сквозь окна лавки, постоянно меняла цвет с густо-красного на тёмно-синий. «Что... что это?» — спросил он, хотя внезапно понял, что есть только одна вещь, которую ему могут предложить. «Она принадлежала моему мужу. Он работал над этим много лет, а когда сделал, умер. Но ты другой. У тебя есть на это право. А это даст тебе женщину!» Ирвинг вздрогнул, услышав оскорбление. Он попытался рассмеяться, но вместо этого глубоким вздохом выдал свою надежду, своё желание. «Женщина. Так это настолько... приворотное зелье?» Его голос дрогнул, пытаясь выразить одновременно насмешку и согласие. «Зелье. Когда я тебя увидела, то поняла, что тебе нужно. В тебе много несчастья, очень мало счастья. Но помни, надо возвращать то, что взято. Если берёшь каплю зелья, смешай её с каплей своей крови. Тогда она станет твоей. И бери каждый раз только по капле. Десять долларов, пожалуйста». Это его доконало. Десять долларов. За флакон подкрашенной водички, которую она намешала в задней комнате. И лишь потому, что он из-за своей доверчивости вошёл в лавку. «Но нет. Только не Ирвинг Боммер. Он не дурак». «Я не дурак», сообщил он цыганке, затем встал и расправил плечи. «Слушай», – хриплый повелительно произнесла цыганка, – «ты можешь стать дураком сейчас. Тебе это средство нужно. Я могла попросить пятьдесят, могла попросить тысячу. Я попросила десять, потому что это правильная цена, потому что у тебя есть эти десять и потому что тебе нужно это. А мне... мне уже не нужно. Не будь дураком. Возьми. Ты станешь по-настоящему привлекательным». Ирвинг обнаружил, что усмешек он больше не выдержит и что дверь слишком далеко. Он очень медленно отсчитал десять долларов, и до дня зарплаты у него осталось всего два. Его не остановило даже воспоминание о флаконе фантастически дорогого лосьона после бритья, который его уговорили купить на прошлой неделе. «Он просто обязан попробовать». «Капля крови и капля зелья!» – крикнула вслед цыганка, когда он торопливо зашагал к двери. «Удачи тебе, мистер!» К тому времени, когда он, прошагав два длинных квартала, подошел к своему пансиону, его полная надежда в возбужденность сменилась привычным состоянием покорной униженности. «Какой лопух!» «Какой лопух!» – шипел он себе под нос, проскальзывая через черный ход в пансион миссис Негенбек и поднимаясь по лестнице. «Ирвинг Боммер – чемпион лопухов всех времен и народов! Покажи ему хоть что-нибудь, и он это купит!» «Приворотное зелье!» Но когда Ирвинг захлопнул за собой дверь узкой комнатушки и швырнул бутылочку на постель, он прикусил губу, а из его близоруких глаз выкатились две огромные слезы. «Ах, если бы только у меня было лицо, а не рожа из комикса!» – схлипнул он. «Если бы!» «Черт побери!» А затем его сознание, будучи относительно здравым, отказалось работать дальше на таких условиях. «Давай помечтаем!» – предложило сознание подсознанию. «Давай помечтаем и представим, каким приятным мог бы оказаться мир!» Он сидел на кровати, блаженно уткнувшись подбородком в поднятое колено, и мечтал о правильно сотворенном мире, где женщины интриговали ради его внимания и дрались за него, где они, не в состоянии завоевать его целиком только для себя, волей-неволей делили его со столь же целеустремленными сестрами. И он привычно бродил по этому блистательному миру, как всегда довольный тем, что правила здесь постоянно менялись в его пользу. Иногда он становился единственным мужчиной, уцелевшим после атомной катастрофы. Иногда откидывался на пурпурные подушки и попыхивал кальяном, окруженный гаремом преисполненных обожания гурий, от красоты которых захватывало дух. А иногда десятки мужчин, все они чем-то напоминали Хамфриса, с отчаянием наблюдали за тем, как Боммер, богатый, Боммер преуспевающий, Боммер невероятно красивый, провожает их жен, любовниц и особых подружек из просторных лимузинов в свои холостяцкие апартаменты, занимающие целый особняк на Парковеню. Время от времени в его мечтах появлялся пластический хирург, разумеется, работающий абсолютно без боли, талантливый джентльмен, который, завершив шедевр, умирал от удовлетворения, не успев осквернить свою лучшую работу созданием дубликата. Нередко Ирвинг Боммер откладывал на время трудный выбор между сияющей блондинкой с фигурой классической статуи и пикантной рыжей красавицей и представлял, как его рост увеличивается до 6 футов и 2 дюймов, около 188 сантиметров. Плечи расширяются, плоскостопие исчезает, а нос уменьшается и выпрямляется. И даже мысленно наслаждаясь новой звучностью своего голоса и неотразимой сердечностью своего смеха, гордясь своим безупречным и всегда отточенным остроумием и всесторонним образованием, он чаще всего возвращался в мечтах к своей блистательной внешности. О, это шапка волос, небрежно скрывающая нынешнюю проплешину, третий урожай зубов, чудом вытесняющие из десен обломки пожелтевшие эмали и дешевые мостики, и желудок, более не привлекающий внимания имитации проглоченного арбуза, а с достоинством скрытый за стеной мышц. Ах, желудок! В нем теперь найдут приют лишь изысканнейшие вина, лишь вкуснейшие блюда, приготовленные опытнейшими поварами, лишь тончайшие деликатесы. Резко сглотнув накопившуюся во рту слюну, Ирвинг Боммер понял, что жутко голоден. Судя по часам, кухня сейчас полагается быть темной и пустой. В нее можно было пробраться по проходящей рядом с его комнатой скрипучей лестнице, ведущей к задней двери. Однако миссис Негенбек, обнаружив в кладовой посторонних лиц, имела склонность объединять наиболее значительные черты каждой из трех фурий в одно гармоничное целое. Ирвинг Боммер даже содрогнулся, представив, что его ждет, если она его застукает. «Что ж, приятель, это риск, на который тебе придется пойти!» Резко вмешался желудок. Тревожно вздыхая, он спустился на цыпочках погнусно поскрипывающей лестнице. Пошарив в темной кухне, он коснулся ручки холодильника. Ирвин голодно нахмурился. Осторожные поиски и ободранная голень вознаградили его едва начатой палкой салями, полубуханкой ржаного хлеба и тяжелым ножом с кленовидным лезвием, незаменимым, когда берешь на абордаж испанский галеон. «Отлично!» – пробурчал желудок, вылизывая двенадцатиперстную кишку. «Пора начинать!» В комнате за кухней щелкнул выключатель. Ирвинг замер, не успев отрезать ломоть от краюхи. Тело его было абсолютно неподвижным, но сердце и все еще болтливый желудок принялись стукаться друг от друга, словно пара акробатов в финале дурацкого водевиля. Пугаясь, Ирвинг начинал обильно потеть, и теперь его пятки заскользили по кожаным стелькам, хотя туфли были ему тесноваты. «Кто там?» – послышался голос миссис Негенбек. «Есть кто-нибудь на кухне?» – передумав отвечать ей даже отрицательно, Ирвинг Боммер, крадучись, поднялся по лестнице. С едой, ножом и теперь уже полностью сконфуженной внутренней анатомией. Оказавшись в своей комнате и положив палец на выключатель, он выдохнул, прислушался и улыбнулся. Следов он не оставил. Он неторопливо подошел к кровати, с поразительной для него храбростью отправив в рот прямо с ножа ломтик с олями. Бутылочка лежала на прежнем месте. Жидкость в ней по-прежнему казалась то красной, то синеватой. Усевшись, он принялся отвинчивать двумя пальцами колпачок, но, столкнувшись с неожиданным затруднением, медленно приподнял брови. «Так», – подумал он, – «сейчас мы переместим нож в правую руку. Допустим, сунем лезвие под мышку. Хорошенько ухватимся за бутылочку левой рукой, а правой энергично провернем колпачок. А сами тем временем будем жевать». Колпачок заело намертво. Может, его вообще не полагается отвинчивать. Быть может, бутылочку следует разбить и использовать содержимое сразу. Но об этом можно было побеспокоиться и позже. А сейчас у него есть салями и хлеб. И два доллара вместо двенадцати. Он начал опускать бутылочку, продолжая раздраженно покручивать колпачок туда-сюда и показывая тем самым, что еще не отступился окончательно. Внезапно колпачок провернулся. Боммер отвинтил его до конца, более чем слегка изумленный. Он и не знал, что бутылочки для лекарств стали выпускать слева резьбой. Странный запах. Напоминает запах только что отмытого и завернутого в свежую пеленку младенца, который внезапно решил, что полный мочевой пузырь доставляет гораздо меньше удовольствия, чем пустой. И жидкость в бутылочке была синей. Он понюхал снова. Нет. Больше похоже на запах очень волосатого человека, хорошенько потрудившегося весь день кайлом и лопатой, а потом решившего, что сегодня нет смысла принимать душ и тем самым нарушившего собственную наиболее уважаемую традицию. И все же, когда Боммер задумчиво разглядывал бутылочку, жидкость в ней блеснула яркой краснотой. Поднеся флакончик к носу, чтобы нюхнуть в последний раз, он поразился тому, насколько ошибался, распознавая запах. Неприятный и весьма, но легко узнаваемый. Это застоявшийся табачный дым, но не совсем. Недавно унавоженное поле почти, но... Он плеснул чуть-чуть на левую ладонь. Пурпурная. В дверь замолотили кулаком. «Эй, там!» Взревела миссис Негенбек. «Вы, мистер Боммер, откройте дверь. Я знаю, что у вас там. У вас там мои продукты. Откройте дверь!» Когда Ирвинг вздрогнул, зажатый подмышкой нож совершил отчаянный прыжок к свободе и славе. Он целился на запястье, ведь так, если повезет, можно отсечь всю кисть. А это достижение сделало бы знаменитым некий весьма заносчивый мясницкий нож. К несчастью, рука Ирвинга инстинктивно дернулась, засовывая хлеб с салями под подушку, и нож звякнул о пол, удовлетворившись, но не чувствуя себя счастливым, порезанным кончиком пальца. «Если вы не откроете эту дверь сейчас, немедленно, сию секунду!» объявила миссис Негенбек через замочную скважину, призванную на службу в качестве мегафона. «То я ее вышибу! Я ее выломаю! Я ее вышибу и выставлю вам счет за новую дверь! Две новые петли и поврежденные косяки! Не говоря уже о продуктах, которые вы принесли к себе и сделали негигиеничными, хватая их грязными руками! Откройте дверь, мистер Боммер!» Ирвинг сунул нож под подушку и накрыл ее одеялом. Затем, завинтив колпачок на бутылочке, направился к двери, посасывая порезанный палец и обливаясь потом. «Секундочку!» взмолился он, заплетающимся от страха языком. «И еще замок!» принялась размышлять вслух миссис Негенбек. «Хороший замок нынче стоит четыре, пять, а то и шесть долларов! А сколько возьмет плотник за его установку? Если мне придется ломать дверь, если придется испортить собственную...» Ее голос стал тише, превратившись в странное бормотание. Отпирая замок, Ирвинг дважды услышал звук, напоминающий шипение выпускающего пар локомотива. За распахнутой дверью он увидел домохозяйку в лавандовом халате. Ее брови были сведены, а тонкие ноздри подрагивали. Салями! С ее опытом она, вполне вероятно, сумеет по одному запаху отыскать под подушкой украденную колбасу. «Какой странный!» Неуверенно начала миссис Нагенбек, с явным сожалению, изгоняя враждебность с лица. «Какой странный запах! Такой необычный! Такой удивительный! Такой... О, мистер Боммер, бедный мальчик, вы ранены!» Он покачал головой, изумленный совершенно несвойственным ей выражением лица. Не гнев, но нечто определенно опасное. Ирвинг отступил в комнату. Домохозяйка последовала за ним. Ее голос экспериментировал со звуками и остановился на варианте, весьма осмахивающем на ворковании. «Дайте-ка мне взглянуть на эти пальчики! На царапину! На порез! На эту рану!» Робко попросила она, выдирая левую руку Боммера изо рта с такой силой, что у бедняги зашатались пять зубов. «О, болит? У вас есть антисептик? Йод, перекисели, меркурохром, а ляписный карандаш, а марлевые бинты?» Ошеломленный поразительной сменой ее настроения, Ирвинг указал носом на аптечку. Забинтовывая рану, она продолжала издавать странные тревожные звуки, напоминающие мурлыканье саблезубого тигра. Время от времени, когда ее глаза встречались с глазами Боммера, она улыбалась и быстро вздыхала. Но когда, подняв его руку для завершающего осмотра, хозяйка, страстно застонав, поцеловала его ладонь, Боммер по-настоящему испугался. Он побрел к двери, ведя за собой миссис Негенбек, которая так и не выпустила его драгоценную руку. «Огромное спасибо, Барматалон, но уже поздно, мне пора ложиться». Миссис Негенбек выпустила его руку. «Вы хотите, чтобы я ушла?» С упреком произнесла она. Увидев его кивок, она сглотнула, храбро улыбнулась и бочком протиснулась в дверь, едва не оторвав ему пуговицы на пиджаке. «Не работайте слишком много!» С грустью попросила она, когда Боммер закрывал дверь. «Таким, как вы, нельзя изматывать себя до смерти на работе! Спокойной ночи, мистер Боммер!» Яркий пурпур бутылочки подмигнул ему с кровати. Приворотное зелье! Ведь он вылил каплю на ладони, порезавшись, невольно сжал пальцы в кулак. Цыганка говорила, что капля крови, смешанная с каплей зелья делает эту каплю его собственной, личной. Очевидно, так и произошло. Миссис Негенбек воспламенилась. Он содрогнулся. Миссис Негенбек. Ничего себе любовное зелье. Но то, что подействовало на домохозяйку, несомненно, подействует и на других, более молодых и привлекательных женщин, например, на девушку с томными глазами в отделе столовых приборов или на дерзкую кокетку в отделе салатницы-кастрюль, стук в дверь. «Это всего лишь я, Хильда Негенбек». «Послушайте, мистер Боммер, я тут подумала, салями и хлеб трудно есть в сухомятку. К тому же от них вам наверняка пить захочется. Вот я и принесла вам две банки пива». Открыв дверь и взяв пиво, Боммер улыбнулся. Время уже поработало над миссис Негенбек. То, что еще несколько минут назад было в ее глазах лишь бутонами, теперь пышно расцвело. Ее душа попрала сковывающие узы и помахивала ему рукой. «Спасибо, миссис Негенбек. А теперь идите спать». «Идите, идите». Она быстро и покорно кивнула и побрела прочь, через каждый шаг томно поглядывая на него. Гордо расправив плечи, Ирвинг Боммер вскрыл банку пива. Конечно, миссис Негенбек не бог весь что, но она подсказывала ему дорогу к более интересному будущему. Теперь он стал привлекательным для любой женщины с чувствительным носом. Жаль только, что зелья так немного. Уж больно мала бутылочка. Кто знает, долго ли продлится эффект, а ему еще столь многое предстоит проверить и испытать. Приканчивая вторую банку пива и намного более довольный собой, он внезапно натолкнулся на решение. Превосходное! И такое простое! Первым делом Ирвинг вылил содержимое бутылочки в пустую пивную банку. Затем, сорвав бинт, сонул раненый палец в треугольное отверстие и соскреб подсохшую на ране корочку о голый металл. Через несколько секунд в банку потекла кровь. Когда струйка начинала иссекать, он вновь теребил ранку. Решив, что смеси набралось достаточно, он потряс банку, забинтовал онемевший палец и вылил смесь в большой флакон с лосьоном после бритья, купленный неделю назад. Флакон был снабжен распылителем. А теперь, заявил он, швырнув хлеб и нож на бюро, выключив свет, забравшись в постель и откусив кусок салями, теперь остерегайте сервинга Боммера. Он забыл завести будильник и проснулся лишь от шума, который издавал за стеной умывающийся сосед. «Двадцать минут, чтобы одеться и добраться до работы», пробормотал он, отбрасывая одеяло и бросаясь к раковине. «И никакого завтрака!» Но внизу миссис Негенбек встретила его широкой улыбкой и полным подносом и настояла, несмотря на его протесты, чтобы он съел хоть кусочек. Отчаянно забрасывая вилкой яичницу из суповой тарелки в рот, он столь же отчаянно дергал головой, избегая губ миссис Негенбек, украдкой пытавшейся его поцеловать, напоминая при этом человека-мишень, увертывающегося от бейсбольного мяча, а сам гадал, что же произошло с его властной хозяйкой со времени их последней встречи. Воспользовавшись передышкой, когда миссис Негенбек вышла за баночкой икры, чтобы вы намазали ее на хлеб, когда будете пить кофе, он опрометью помчался в свою комнату. Ирвинг сорвал с себя галстук и рубашку, а затем, немного подумав, и майку. Потом направил на себя форсунку распылителя, сдавил резиновую грушу и опрыскал лицо, волосы, уши, шею, спину, руки и живот. Он даже сунул головку распылителя за пояс брюк и сделал им полный оборот вокруг талии. Когда мускулы рук стало сводить от непривычного напряжения, он, наконец, успокоился и начал одеваться. От запаха его едва не стошнило, и все же он ощущал поразительную беззаботность. Прежде чем выйти из комнаты, он встряхнул флакон. Полон почти на девять десятых. Что ж, пока флакон не опустеет, бумер со многими и за многое рассчитается. Когда он проходил мимо, цыганка стояла перед своей лавочкой. Завидев его, она начала было улыбаться, но резко стерла с лица улыбку и цыкнула на детей. Те юркнули в лавку. Попятившись к дверям, цыганка зажала нос и прогундосила. «Ты использовал слишком много! Нельзя все сразу!» Не останавливаясь, Ирвинг помахал ей. «Я не все потратил! Там еще много осталось!» Его поезд был переполнен, но еще стоя на платформе подземки, он заметил в вагоне незанятое место. Врезавшись в кучу людей перед входом, он буквально растолкал их, дерзким рывком ворвался в вагон, едва не напивая от самоуверенности и счастья, протиснулся между двумя женщинами, с ловкостью эксперт откнул в голень какого-то старикана и уже опускался на свободное сиденье, но тут поезд тронулся. Толчок лишил его равновесия и позволил юной леди с фарфоровым личиком лет двадцати или двадцати пяти проскользнуть за его спиной и усесться. Когда он выпрямился и обернулся, она уже хитро улыбалась ему маленьким, но поразительно красным ротиком. Те, кто часто ездят подземкой, со временем обязательно узнают, что повороты судьбы здесь загадочны и непостижимы и разделяют пассажиров на сидящих и стоящих. Ирвинг ухватился за ручку над головой, приспосабливаясь к суровому вагонному закону спроса и предложения. Лицо девушки скривилось, словно она собралась заплакать. Она затрясла головой, подняла на него глаза и прикусила губу. Дышала она очень громко. Внезапно она встала и вежливо указала на сиденье. «Не хотите ли присесть?» Спросила она голосом, полным млека и меда. «У вас усталый вид». Ирвинг Боммер сел, остро сознавая, что все головы поворачиваются в их сторону. Его соседка, пухленькая девушка лет девятнадцати, тоже принюхалась и медленно, словно удивляясь самой себе, перевела сияющие глаза с исторического романа на лицо Ирвинга. Девушка, уступившая ему место, придвинулась вплотную, хотя все стоящие пассажиры качнулись в этот момент в другую сторону. «Я совершенно уверена, что где-то встречала вас прежде», — начала она с некоторой неуверенностью, а затем все быстрее, словно вспоминая слова. «Меня зовут Ифигения Смит, и если вы скажете мне ваше имя, я обязательно вспомню, где нас познакомили». Ирвинг Боммер мысленно глубоко вздохнул и откинулся на спинку. Наконец-то биология пришла к нему на свидание. К служебному входу универмаг Грегворта он подошел уже в сопровождении стайки женщин. Когда лифтер отказался впустить их в лифт, предназначенный только для персонала, они окружили шахту лифта и смотрели на его вознесение так, словно он был Адонисом, а зимнее равноденствие уже приближалось. Хамфрис застукал его в тот момент, когда он расписывался в журнале. «Опоздали на семь минут!» «Скверно, Боммер, скверно!» «Мы ведь постараемся вставать вовремя, не так ли?» «Очень постараемся!» «Забыл завести будильник», – промямлил Боммер. «Мы ведь больше не станем этим оправдываться, правда?» «Будем взрослыми, работая в Грегворте!» «Признаем свои ошибки и попробуем исправиться!» Заведующий чуть-чуть затянул узел безупречно повязанного галстука и нахмурился. «Что за странный запах!» «Вы что, Боммер, не мылись?» «Женщина пролила на меня что-то в метро!» «Это выветрится!» Легко на сей раз отделавшись от заведующего, он прошел мимо кастрюль, сковородок и скороварок к прилавку с терками и машинками для чистки и резки овощей, где находилось его рабочее место. Он только-только начал выкладывать товары на прилавок перед началом работы, как сигнал Гонга объявил внешнему миру, что теперь он, мир, может войти и гарантированно купить с повышенной скидкой Грегворта. Его отвлекла чья-то рука, робко скользнувшая по лацкану пиджака. Дорис. Та самая, что обычно громко и неприятно фыркала, заметив его восторженный взгляд. Ирвинг взял ее пальцем за подбородок. «Дорис», — решительно произнес он, — «ты меня любишь?» «Да», — выдохнула она. «Да, дорогой, да, сильнее всех на свете!» Он поцеловал ее дважды, сперва быстро, а затем более страстно, когда заметил, что она не отпрянула, а вместо этого мечтательно застонала и едва не смахнула с прилавка никелированные терки. Громкое пощелкивание пальцев заставило его отпрянуть и оттолкнуть Дорис. «Так-так, так-так», — произнес Хамфрис, бросая на боммера свирепый взгляд, приправленный легкой неуверенностью. «Мы находим время и место для всего, не так ли?» «Давайте-ка настроимся по деловому. Нас ждут покупатели, а личными делами займемся после работы». Девушка метнула в заведующего взгляд полной откровенной ненависти, но когда Ирвинг махнул ей рукой, а Хамфрис пощелкал пальцами, медленно пошла на свое место негромкой настойчиво бормоча. «Ирвинг, милый, я буду ждать тебя после работы. Я пойду к тебе домой. Куда угодно, навсегда». «Не понимаю, что с ней случилось», — удивился Хамфрис. «Всегда была лучшей продавщицей салатов и форм для выпечки». Он повернулся к боммеру и после недолгой внутренней борьбы мягко произнес. «В любом случае, боммер, не будем отвлекаться, так что давайте раскладывать терки и доставать резаки». Заведующий взял за костяную ручку резак с длинным изогнутым лезвием и продемонстрировал его стайке ранних покупательниц, собравшихся возле прилавка боммера. «Новейший способ нарезать грибфруты, апельсины и дыни, дамы. Единственный способ. Вам еще не надоели прямые и грубые ломтики на блюдах?» Его презрительный тон незаметно сменился задумчивым и околдовывающим. «Новым резаком голливудская мечта вы сможете резать грибфруты, апельсины и дыни легко и эффективно. Вы больше не будете терять драгоценный сок, полный витаминов». «Позабудьте о пятнах от дынь на кружевных скатертях. А кроме того, у всех ломтиков будут привлекательные фигурные края. Детям очень нравится есть интересно разрезанные грибфруты, апельсины». «Он именно это продает?» Спросила необъятных размеров дама с решительной челюстью. Хамфри скивнул. «Тогда я куплю резак, если он сам мне его даст. А я куплю два. Он даст мне два. Пять. Хочу пять. Я первая спросила, только вы не слышали». «Дамы, успокойтесь», – просиял Хамфриз. «Не будем толкаться, не будем ссориться. Резаков голливудская мечта у нас сколько угодно. Видишь, боммер?» – прошипел он. «Какую пользу могут принести несколько слов продавца? Смотри, не упусти их. Энергичнее надо быть. Энергичнее». И он счастливо зашагал прочь, пощелкивая пальцами возле остальных прилавков, чьи стражи женского пола тревожно топтались на месте, подавшись всем телом вперед в порыве боммеротропизма. «Вы, примитесь, девочки, смотрите бодрее навстречу дню бизнеса. А сегодня?» – негромко пробормотал он, подходя к своему офису, чтобы оскорбить первую утреннюю группу торговых агентов. «Сегодня, кажется, великий день для отдела терок и овощечисток». Он даже не подозревал, насколько оказался прав, пока незадолго до обеденного перерыва к нему не ворвался начальник склада с воплем. «Нам нужны еще люди, Хамфриз! Складской отдел не справляется с нагрузкой!» «Нагрузкой?» «Какой еще нагрузкой?» «Мы не успеваем подносить товар к прилавку боммера, вот с какой нагрузкой!» Начальник склада вырвал клок волос и продолжил, нервно приплясывая возле стола Хамфриза. «Я бросил на это всех своих людей. У меня никого не осталось ни на инвентаризации, ни на приемке, а он продает быстрее, чем мы успеваем подносить. Почему вы меня не предупредили, что сегодня начнется распродажа терок, резаков и овощечисток по сниженным ценам? Я бы тогда заказал больше товара с главного склада и не гонял бы туда людей каждые полчаса. Я смог бы тогда попросить Когана из отдела современной мебели или Блейка из детской спортивной одежды одолжить мне пару человек!» Хамфрис покачал головой. «Сегодня нет никакой распродажи терок, резаков и овощечисток. Ни по сниженной цене, ни по цене сезонных распродаж, ни даже по оптовой. Возьмите себя в руки. Не надо сдаваться перед неожиданными трудностями. Давайте-ка сходим и выясним, что там происходит». Он открыл дверь кабинета и тотчас же застыл в позе человека, охваченного изумлением. Отдел хостоваров был буквально забит колышущейся толпой задыхающихся женщин, рвущихся к прилавку стерками, резаками и овощечистками. Ирвинга Боммера полностью затопила волна кудряшек и перекосившихся шляпок, но время от времени из того места, где он примерно должен был находиться, выплывал пустой картонный ящик и слышался песклявый, натреснутый голос. «Принесите мне еще резаков! Эй, на складе, принесите еще! У меня кончается товар! Они начинают нервничать!» Все остальные прилавки на этаже оказались заброшенными и продавцами, и покупателями. Взревев «Держись, Боммер, держись, мальчик», заведующий взметнул вверх руки в накрахмаленных манжетах и бросился в толпу. Проталкиваясь мимо женщин, прижимающих к взволнованно вздымающимся грудям целые упаковки картофелечисток, он заметил, что исходящий от Боммера странный запах теперь ощущается даже на расстоянии и стал более сильным и насыщенным. Ирвинг Боммер походил на человека, который спустился в долину теней и увидел там столько ужасов, что теперь его не напугать таким пустяком, как просто зло. Воротник у него был расстегнут, галстук лежал на плече, очки свисали сухо, безумные глаза налились краснотой, а пот заливал его столь обильно, что вся его одежда казалась недавно извлеченной и захваченной энтузиазмом стиральной машины. Он был до смерти напуган. Пока у него был товар, чтобы отвлекать женщин, их обожание оставалось относительно пассивным. Но как только запасы начинали подходить к концу, женщины снова сосредотачивались на его персоне. Среди них не замечалось откровенного соперничества, они лишь расталкивали друг друга, чтобы лучше его видеть. Вначале он попросил нескольких уйти домой, и они подчинились. Но теперь, соглашаясь выполнять все, о чем он их просил, они тем не менее категорически отказывались отойти. Проявляемая ими страсть становилась все более навязчивой и решительной. И более согласованной. Ирвинг с трудом понял, что виной тому обильный пот. Тот смешивался с приворотным зельем и разбавлял его, вынуждая запах распространяться все шире. А их ласки. Прежде он даже представить не мог, каким болезненным может оказаться прикосновение женщины. Всякий раз, когда он склонялся к прилавку, выписывая чек, к нему протягивались десятки рук, поглаживая его руки, грудь и любую доступную часть тела. За три часа этого безумия нежные прикосновения начали ощущаться как тычки во время драки в забегаловке. Когда Хамфрис встал рядом с ним за прилавком, Ирвинг едва не зарыдал. «Пусть мне принесут побольше товара, мистер Хамфрис!» – схлипнул он. «У меня осталось только несколько терок для круглых овощей и пара резаков для капусты. Когда они кончатся, мне придет конец». «Спокойно, мальчик, спокойно», – подбодрил его заведующий. «Это проверка наших способностей. С ней надо справиться, как подобает мужчине. Кем мы себя проявим? Надежным и эффективным продавцом или сопляком, на которого нельзя положиться в солидном магазине? А где продавщицы из соседних отделов? Им следовало бы встать за прилавок и помогать тебе. Ладно, придется немного подождать, пока подвезут товар. Сделаем перерыв и попробуем заинтересовать дам вешалками для полотенец и товарами для туалета». «Эй!» Затянутая в шерстяной рукав рука протянулась через прилавок и похлопала Хамфриса по плечу. «Отойди, а то я его не вижу!» «Секундочку, мадам, не будьте столь нетерпеливы!» Радостно начал Хамфрис и тут же смолк, наткнувшись на убийственный взгляд женских глаз. Она, да и другие, как он заметил, смотрела на него так, словно была готова, не дрогнувшей рукой, вонзить ему в сердце голливудскую мечту. Хамфрис сглотнул и дрожащей рукой поправил манжету. «Послушайте, мистер Хамфрис, можно мне пойти домой?» Взмолился Ирвинг со слезами на глазах. «Я себя плохо чувствую, а теперь и товар кончился, так что мне нет смысла бездельничать за прилавком». «Хм», – задумчиво проговорил заведующий. «Пожалуй, у нас сегодня был трудный день, верно? А раз мы себя плохо чувствуем, значит, мы себя плохо чувствуем. Конечно, мы не можем ожидать, что нам заплатят за вторую половину рабочего дня, но мы можем пойти домой». «Господи, спасибо», – выдохнул Боммер и направился было к выходу из-за прилавка, но Хамфрис перехватил его за локоть и кашлянул. «Хочу тебе сказать, Боммер, что тот запах не такой уж и неприятный, даже весьма приятный. Надеюсь, я тебя не обидел своим необдуманным замечанием насчет мытья». «Нет, ничего, я не обиделся». «Рад это слышать. Мне не хотелось тебя обижать. Я хочу понравиться тебе, Боммер. Хочу, чтобы ты считал меня своим другом. Честное слово, я…» Ирвинг Боммер сбежал. Он бросился в толпу женщин, и повсюду они расступались перед ним, но все равно протягивали руки и касались его. Лишь касались. Какой-нибудь части его пропитанного болью тела. Вырвавшись, он успел прыгнуть в служебный лифт и содрогнулся, услышав голодный и отчаянный стон, раздавшийся в тот момент, когда дверцы лифта захлопнулись перед озабоченными лицами дам из авангарда. Спускаясь, он услышал высокий девичий голос. «Слышите? Я знаю, где он живет. Я отведу всех к его дому!» Боммер застонал. Так они еще и чертовски согласованно действуют. Он всегда мечтал стать мужчиной-богом, но ему никогда не приходило в голову, что богов бескорыстно обожают. Выскочив из лифта на первом этаже, он поймал такси, заметив краем глаза, что лифтерша выбежала следом и поступила так же. Торопливо называя таксисту адрес, он видел, что женщины по всей улице рассаживаются по такси и втискиваются в автобусы. «Скорее, скорее!» молил он таксиста. «Еду так быстро, как могу!» бросил тот через плечо. «Я-то соблюдаю правила, чего не скажешь об идиотках, которые едут за нами!» Бросив отчаянный взгляд назад, Ирвинг убедился, что несущиеся следом машины совершенно игнорируют светофоры, отчаянно размахивающих жезлами полицейских и транспорт на перекрестках. После каждой остановки такси к ним пристраивались все новые и новые женщины за рулем. Ирвингу становилось все страшнее и страшнее, и от этого пот заливал его еще обильнее, а запах все сильнее распространялся по улицам. «Вернувшись домой, он первым делом встанет под душ и как следует мылом и мочалкой смоет с тела проклятую гадость. Но сделать это надо быстро!» Такси резко остановилось, взвизгнув тормозами. «Приехали, мистер! Дальше проехать не могу! Там то ли бунт, то ли еще что-то!» Рассчитавшись с таксистом, Боммер посмотрел вперед и едва не зажмурился. Улица была черна от женщин. Флакон с лосьоном после бритья. На распылителе осталось немного содержимого, и испарения просочились на улицу. Флакон был почти полон, так что притяжение запаха оказалось весьма сильным. «Но если всего лишь легкая утечка способна натворить такое...» Женщины стояли на улице, во дворе и в переулке, обратив лица на окно его комнаты, словно собаки, делающие стойки на опоссума. Они были очень терпеливы и очень спокойны, но время от времени кто-то вздыхал, а остальные подхватывали вздох, и тогда он звучал не слабее разрыва снаряда. «Знаете что?» – обратился он к таксисту. «Подождите меня, возможно, я вернусь. Этого я обещать не могу. Не нравится мне эта толпа». Ирвинг Боммер натянул на голову пиджак и побежал ко входу. Женские лица, удивленные и счастливые, начали поворачиваться к нему. «Это он!» – услышал он хрипловатый голос миссис Негенбек. «Это наш чудесный Ирвинг Боммер!» «Он! Он!» – подхватила цыганка. «Наш красавчик!» «Дайте пройти!» – взревел Ирвинг. «Прочь с дороги!» Женщины неохотно расступились, освобождая для него проход. Он распахнул входную дверь как раз в тот момент, когда преследовавшие его машины с ревом выскочили из-за угла. Женщины толпились в вестибюле, гостиной, столовой. Женщины стояли на лестнице, ведущей к его комнате. Он протолкался мимо них, мимо их обожающих глаз и мучительных поглаживаний, сунул ключ в замок, открыл дверь и заперся изнутри. «Думай, думай!» – он похлопал себя по голове покрасневшей рукой. Просто мытья окажется недостаточно, потому что флакон с лосьоном после бритья будет и дальше распространять свое жуткое содержимое. Вылить его в раковину? Но тогда оно смешается с водой и разбавится еще больше. А вдруг на него начнут бросаться самки, обитающих в канализации крыс? Нет. Зелье надо уничтожить. Но как? Как? В подвале есть печь. Лосьон сделан на спирту, а спирт горит. Сжечь зелье, а затем быстро вымыться. И не каким-то жалким мылом, а чем-нибудь по-настоящему эффективным. Щелоком, а то и серной кислотой. Печь в подвале. Ирвинг сунул флакон под мышку, как футбольный мяч. На улице ревели сотни автомобильных клаксонов, а тысячи женских голосов бормотали и распевали о своей любви к нему. Где-то далеко и очень слабо слышались сирены полицейских и их изумленные голоса. Они пытались сдвинуть с места нечто, твердо решившее не отступать ни на шаг. Едва открыв дверь, он осознал, что совершил ошибку. Женщины хлынули в комнату. Противостоять комбинации запаха смешавшегося с потом зелья и эманации из флакона оказалось абсолютно невозможно. «Назад!» – гаркнул он. «Все назад! Я иду вниз!» Женщины расступились, но медленнее и неохотнее, чем прежде. Ирвинг стал проталкиваться к лестнице, дергаясь и извиваясь всякий раз, когда к нему протягивалась нежная рука. «Освободите лестницу, черт бы вас побрал! Освободите лестницу!» Кто-то уступал ему дорогу, кто-то нет. Но все же теперь он мог пройти вниз. Крепко сжимая флакон, Ирвинг ступил на лестницу. Совсем юная девушка, почти девочка, с любовью протянула к нему руки. Боммер дернулся в сторону, и его правая нога, к несчастью, соскользнула со ступеньки. Ирвинг пошатнулся, его тело качнулось вперед, с трудом удерживая равновесие. Седая Матрона принялась поглаживать его спину, и он выгнул спину дугой. Слишком поздно. Он упал, а флакон выскользнул из его вспотевших ладоней. Прокатившись по ступенькам, он больно порезался о разбитый флакон и сразу ощутил, как намокла его грудь. Ирвинг поднял голову и успел издать лишь один единственный вопль. Его затопила волна страстных, обожающих и полных экстаза женщин. Вот почему вместо него на кладбище Белая Ива похоронили рулон заляпанного кровью линолеума. А возвышающийся над его могилой огромный памятник возведен на деньги с энтузиазмом, собранные по подписке всего за час. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рассказы. Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы, можно подписавшись на Бусти или Патреоне, ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.